Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школа Таро Альвиен и сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на Таро Ампиров на такую тему. Ответит ли человек вам когда-либо взаимностью? У нас 6 позиций будет по одной карте. Можно загадать какой-то срок. Пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады. Цены у меня довольно демократичные. Запись идет не на месяцы вперед. Сейчас идет запись на завтра и на понедельник. Поэтому пишите мне в Вайбер, Ватсап, личные сообщения ВКонтакте. Также в Директ Инстаграм. Обязательно отвечу, сообщу все свои условия консультации и цены. Мы с вами обязательно поработаем. Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте «Диагностика, сканирование целителями». Там есть все для развития экстрасенсорных способностей. И приглашаю вас в свой Инстаграм. Там каждый день есть новое онлайн-гадание. Обязательно присоединяйтесь, пишите. Приглашаю вас на ритуалы. Это чисто с установкой защиты и откатом. Они от Луны у меня не зависят. Также руническая магия, естественно. Черная магия, светлая магия. Привлечение светлых сил для работы. Также, естественно, это ритуалы на финансы, на здоровье, на учебу, на успешное замужество, на беременность, на роды, на отношения, ритуалы. Ну и многие-многие другие. Все это делается только после диагностики. Поэтому помните об этом. Записаться на диагностику можно прямо на завтра. Поэтому обязательно пишите. И также записывайтесь на психологические консультации, на диагностики, на различные виды раскладов, на любую тему. То есть, все это у меня, естественно, в ассортименте есть. Также подписывайтесь на канал бесплатной сеансы Тата-хилинга. И, естественно, заказывайте у Владимира Николаевича тоже консультации по ясновидению, сессии по Тата-хилингу, диагностику и так далее. Также у меня можно заказать талисманы из янтаря, которые заряжаются на вашу цель. И карты Таро, которые у нас... Ну вот Таро Дикого Леса, например. Также китайские карты. Также карты Дуган. Поэтому обязательно обращайтесь. Они у меня очень недорогие. Но у нас перед вами шесть позиций по одной карте. Ответит ли человек вам взаимностью когда-либо? И либо загадывайте срок. Первая, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая позиции. И начнём. Для тех, кто выбрал первую позицию, ответит ли человек вам взаимностью? Вышла карта Дьявол. Дьявол говорит о том, что у человека есть страстное желание, подсознательное, на самом деле вступить с вами в какие-то отношения. Но рядом находится ещё кто-то, кто этому на самом деле препятствует. И здесь может быть даже на человеке магическое воздействие. Но при этом человек к вам тоже привязан, понимаете? Здесь человек разрывается прям между двумя людьми. Если же у вас нет соперников или соперницы, и вы просто спрашиваете, да, вот ответит мне когда-нибудь одинокий человек взаимностью, здесь однозначно, да, и у него прям хочется, но колется. Скорее всего, что-то мешает вашим отношениям, что-то, ну, может, не соперники и соперницы, да, ещё что-то, да. Но здесь, думаю, что у человека привязанность к вам есть колоссальная. Поэтому здесь ждите, когда-то всё равно ответит. Либо в загаданный срок, который вы загадали. Но могу здесь сказать, что надежд на самом деле на отношения очень много. Несмотря на то, что вроде как дьявол, карта не должна быть очень-то позитивная, да. Но для интимных отношений, особенно для сексуальных, для привязанностей это очень такая карта, говорящая о многом, так скажем, о том, что иногда человек готов на всё, лишь бы обладать другим человеком. Такая позиция номер один. Позиция номер два. Ответит ли человек вам взаимностью когда-либо? Королева мечей говорит о том, что нет, не в загаданный срок и, может быть, даже вообще никогда, потому что у него закрыто сердце от вас, может быть, по причине злости. А может быть, по причине того, что этому препятствует какая-то женщина, которая мешает в этих отношениях. Поэтому постарайтесь принять эту ситуацию, такой, какая она есть. То есть вы видите препятствие либо в виде женщины, либо в виде очень сильной холодности. Человек-стена от вас ограждён. И вам лучше принять правду, принять вот эту ситуацию, такой, какая она есть. Человек не ответит вам взаимностью. Взаимностью. Ну, или, по крайней мере, не ответит в загаданный срок, если вы срок загадали. Такая позиция номер два. Третья позиция. Ответит ли человек вам когда-либо взаимностью? Вышла карта императрица. Здесь человек может ответить вам взаимностью. Но смотрите, тут идёт какой-то серьёзный посыл для отношений. Если человек не женат, не женат, вот вы загадали, не женатого человека и не замужнюю даму, то человек может вам ответить взаимностью. Это может дойти до брака между вами. Потому что императрица, эта заявочка-то такая, что заявка на брак, заявка на беременность, на роды, на детей и так далее. Эта карта, на самом деле, очень положительная. И в этой колоде тоже, в колоде вампиров. Но сама по себе она женская фигурная карта. И если вы точно знаете, что между вами не стоит никакой женщины, то тут есть все надежды на то, чтобы стать вот этой императрицей. А если знаете, что стоит между вами какая-то женщина, то знаете, что она занимает очень важную позицию, роль играет в жизни человека. И вряд ли он вам ответит взаимностью, потому что у него уже есть любовь и большая привязанность к кому-то. Такая позиция номер три. Позиция номер четыре. Ответит ли человек вам взаимностью когда-либо? И либо, ну, в загаданный срок. Двойка играли и говорит о том, что обязательно ответит человек взаимностью сто процентов практически. Да, вот если вы свою позицию выбрали сейчас, если интуицию свою правильно включили, то человек вам ответит, человеком вы будете вместе, у вас всё будет хорошо, это карта счастливой любви. И, естественно, здесь люди уже испытывают друг другу чувства взаимные. То есть ответит, да, а испытывает чувства уже тоже в душе испытывает. Просто, может быть, вы об этом ещё не знаете, не догадываетесь и так далее. Но то, что здесь человек вам ответит, это 200 даже процентов могу дать, потому что карта очень хорошая, и она действительно счастливая. позиция номер пять. Ответит ли человек когда-либо вам взаимностью на самом-то деле, да, либо в загаданный срок. Десятка играли. И, конечно, говорит о том, что да, и тут идёт момент наслаждения, тут идёт момент того, что вы можете подарить друг другу счастливое время, да, в жизни, а может быть даже и остаться счастливыми навсегда. Поэтому здесь человек, да, однозначно ответит вам взаимностью, возможно, даже в загаданный срок. И карта говорит о том, что у человека уже к вам есть некоторое вожделение. То есть человек на самом деле испытывает какую-то сексуальную привязанность по отношению к вам, а будет, скорее всего, в будущем испытывать любовь, либо уже испытывать любовь. Ну, тут у каждого своя ситуация на самом деле. Карта очень серьёзная в этой колоде. она говорит о том, что люди как будто бы растворяются, да, друг в друге. Он как бы человек этот мечтает о вас на самом деле. И позиция номер шесть. Человек когда-нибудь ответит вам взаимностью или нет, или там загаданный срок ответит или нет. Верховный жрец говорит о том, что, смотрите, человек явно испытывает превосходство в вашей ситуации. И он может ответить вам взаимностью, но спустя какое-то время дружбы. То есть вам это надо здесь понять, что вам не нужно ставить этого человека в восходящую степень. Его это может очень сильно либо корону ему надевать на голову, да, может очень сильно, либо смущать даже иногда. Понимаете? И здесь нужно действительно подружить, пообщаться. И с течением времени человек может ответить вам взаимностью, но ему, я так понимаю, нужна любовь раз и навсегда. Даже если он там по разным партнёрам шастает или она, да, но на самом деле человеку в душе нужен партнёр раз и навсегда. И здесь человек может очень долго присматриваться, чисто из этих серьёзных соображений. Поэтому старайтесь общаться, старайтесь дружить, старайтесь проявлять терпение. И если вот выдержите вот этот этап, то чувства ваши друг к другу именно, друг к другу взаимные укрепятся, и тогда человек может вас выбрать и ответить вам взаимностью. Ну вот такая позиция номер шесть. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы все мои видео выходили сразу же у вас. Всем пока и до новых встреч. Обязательно оставляйте комментарии. Я их очень люблю читать.